В конце июля в одном из новостных репортажей мы рассказывали про несколько домов в Чебоксарах по улице Парижской коммуны. Здания находились в плачевном состоянии, однако по документам год от года только молодели и, соответственно, не могли быть признаны аварийными. Тогда чиновники обещали исправить ситуацию в течение месяца, а с тех пор прошло уже больше двух. О том, чего удалось достигнуть, будем говорить с председателями Общероссийского народного фронта в Чувашии Виктором Горбуновым и Игорем Дорофеевым. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Вот что все-таки, какая ситуация сейчас по этим домам на улице Парижской коммуны? Ну, лес-то сдвинулся. Значит, буквально в конце августа из администрации города Чебоксары жители этого дома многоквартирного по улице Парижской коммуны 16 получили письмо о том, что их дом признан аварийным. Но это как бы первый этап, который, можно сказать, положительный. В то же время, когда разговаривали мы с этим жителем, у них определенный скептицизм возникал. Почему? Он связан с предыдущей историей взаимодействия с городской администрацией. В частности, в 2001 году ихний дом был признан ветхим и вошел в программу ветхого жилья. И должен был расселяться в 2005 году. Наступил 2005 год, результата не было. И вот этот дом перенесли на 2009 год. В 2009 год тоже результата не было. Одним словом, мы все результат видим какой-то. Я правильно понимаю, сейчас главное нас проследить, чтобы дело пошло дальше. Его признали аварийным, вошло в программу, чтобы людей расселили. ОНФ будет заниматься этим вопросом? Безусловно, конечно. Мы неоднократно по этому вопросу, по этой теме, которая для нас является болезненной, собирали на уровне, приглашали представителей центрального штаба, собирали у себя в нашем региональном отделении и представителей, и, как бы сказать, людей, которые проживают в этом доме, выезжали на место непосредственно этого дома. Честно говоря, мы говорим и часто заявляем о том, что Чебоксар – это город, в котором хочется жить. Когда приехали туда и посмотрели, и представители центрального штаба, честно говоря, домом-то его было назвать очень даже, как бы сказать, страшно. И к стыду, наверное, коммунальных служб как раз обратили внимание на те мусорные контейнеры, которые не вывозились, и дороги, отсутствие дороги, отсутствие всей инфраструктуры. Мы, честно говоря, забрались на второй этаж, встали на балкон, и его ветром качал. Поэтому вот у нас Калинина была из Москвы, она очень, как бы сказать, возмущалась и говорила, что для Чебоксара это не свойственно. Я помню даже такой парадокс, что людям считали процент износа горячего водоснабжения, когда водоснабжения там не было вообще никакого. То есть вот даже такие вещи, да, какие-то... Более того, жильцы обязаны были платить фонд капитального ремонта. Кстати, и мы предлагали жителям этого дома, предложили, значит, на все их обращения о том, что они обращаются в региональное отделение Всероссийского народного фронта, ходят по инстанциям, предложили провести капитальный ремонт за счет фонда капитального ремонта, отремонтировать этот дом. Мы с вами говорили о доме 16А, а там несколько, да, домов. С остальными как будем действовать тоже, чтобы их тоже признали аварийными? Насколько я понимал, значит, что эти дома хотели как бы переселить и потом убрать, это по программе, скорее всего, развития территории. Когда определенный заказчик выиграет конкурс по своему развитию территории, ему вот в рамках этого конкурса записаны вот эти дома. Ну, что касательно этой территории, понятно, в России, в частности, в Чувашии, да, ЖКХ, такая бездонная бочка проблем, я прошу прощения. Вот все-таки, какие еще ситуации сейчас занимаются, мониторят ОНФ, с чем обращаются люди, самые какие-то болезненные вещи? Вот у нас было большое обращение по ряду территорий, которые сейчас вновь застраиваемые. Это и Новый город, и еще ряд, как говорится, участков, где в основном жители жалуются на то, что на отсутствие социальной инфраструктуры. То есть жилье растет, и растет неплохими темпами, активно заселяется микрорайон, вместе с тем отсутствие детского сада, отсутствие школ, отсутствие каких-то лечебных учреждений вызывает определенное беспокойство и озабоченность. В настоящее время прийти, посмотреть на большое расстояние, люди ездят, отводят своих детишек, но это неправильно. Когда начинался осваиваться этот микрорайон, я смотрел ряд документов, на основании каких требований все это возводилось, и я видел такие документы, где администрация города принимала на свои обязательства, что уже в 15-16 годах построите школу и ряд детских садов. К сожалению, у нас вот эта старая болезнь, наступая на грабли, мы сначала создаем проблему, а потом героически ее решаем, она существует. Я знаю, что внимание специалистов ОНФ, да, не обошла такая проблема, как, ну, вообще российская беда, да, дороги, вот в этом плане, как работаете? Ну, мы тоже, значит, Игорь Павлович тоже принимал самое активное непосредственное участие, значит, мы уезжали с своими экспертами, проверяли те дороги, в первую очередь реагировали на то состояние дорог, откуда получали информацию от наших жителей. Приглашали, значит, средства массовой информации, телевидение, акцентировали внимание и, конечно же, направляли письменно, значит, в адрес исполнительной власти города на те моменты, которые действительно являлись настолько актуальными, настолько проблемами, с грубейшим нарушением всех строительных норм и правил, которые предъявляются к дорогам. Ну, хочется отметить, что в последнее время, особенно к концу лета, наверное, к дню города, к дню республики, много сделано, действительно, по ремонту, по капитальному ремонту дорог, но есть еще и места, которые требуют, конечно, нашего внимания и нашей совместной работы и воздействия на исполнительную власть города. А вот ОНФ что-то может с этим сделать? Уже не на этапе контроля, когда уже все плохо, а именно на этапе строительства, как раз разработки проекта? Вот сейчас это дело обсуждаем у себя с экспертом. Я думаю, здесь надо собрать серьезное совещание с представителем Минстроя, с представителем дорожных служб, представителем ЖКХ, пригласить проектировщиков и обсудить, как мы будем выходить из этого положения, потому что десятилетиями так нельзя. Вот ремонт дороги к капитальному ремонту. Я тоже читала, что ОНФ считают, что региональные операторы должны более эффективно расходовать собранные с граждан средства на капремонт. Вот здесь что за ситуация? Когда мы изучали эту проблему, разговаривали с гражданами, в основном ведь возникает у граждан такое негативное отношение к капитальному ремонту, потому что мало информационности. Мы посмотрели, как обстоят дела в других регионах, заходили на сайт региональных операторов ближайших, сейчас Нижегородская область, Ростов, Казани. Очень легко. Любой собственник многоквартирного жилого дома может зайти на сайт и найти не то, что всю программу по всей области, а конкретно свой дом на своей улице. И получить полную информацию о состоянии дома, когда будет капитальный ремонт, если он предусмотрен, какие виды работ, сколько это будет стоить, кто будет выполнять, если уже привели к конкурсу. И вот эта вся информационность, она должна быть до сбора денег. А у нас пока вот с этим отстает. Еще я знаю, что специалисты Российского народного фронта, они занимаются поиском несанкционированных свалок. А у нас вот такая ситуация. Буквально сегодня позвонил врач-онколог местной больницы и сказал, что вот в Чебоксарском районе, буквально в пяти километрах от поселка Кугеси, уже месяц сгорит свалка. Наша съемочная группа там была, там много кто был, знает эту свалку. И вот никто ничего не может сделать в течение уже месяца. Вот здесь что может, как может действовать? Есть в период охраны и прокуратура, это раз. Есть в Министерстве экологии, это два. Ну и, наверное, к нашему недоразумению надо положить руку честно на сердце, сказать, что это тоже наша тема. Я думаю, мы ее сейчас, пользуясь вашей программой, возьмем под свой контроль и отреагируем. Нет, мы в этом направлении, да, мы в этом направлении работаем. И уже достаточно плотно у нас специальная группа создана. Я думаю, здесь средства хорошие, надо к МЧСу подключиться и так далее. Это же не только загрязнение окружающей среды, но и здоровье наших граждан. Здоровье людей, именно. Все Министерстве, они выражают интересы тех жителей, которые там проживают. Мы на это выйдем, посмотрим еще раз. Конечно, она может сейчас самозатукнуть в результате вот этих дождей. Дождей, да, погоды. Но, тем не менее, реагировать надо. Спасибо. Я напоминаю, мы беседовали с председателями. У нас в Чувашии Виктором Горбуновым и Игорем Дорофеевым. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова